их хороший денек столько роликов хотел смонтировать записать но к сожалению придется мне сегодня заниматься чисткой но не в том плане не просто чисткой переборкой а установкой нового комплекта я себе купил плюс новый проц обзоры будут на втором канале вот этого железа и сейчас башенка вот это вот там вроде бы четыре трубочки уедет сюда сюда на этот проц и под этот комплект оперативка сюда уедет видюха сюда уедет материнка в итоге суда с процент стоит а вот этот комплект у меня пойдет на ком для трансляции и потом останется просто купить новую память более быстро здесь у меня фьюри 3200 я хочу себе gskill купить 3600 и м2 потом отсюда переедет вернее вот сюда пойдет новая она в пути сейчас тут это останется то есть вот этот комплект кроме вентилятора останется когда я себе куплю новую память вот это вот который здесь уйдет туда обратно сюда вернется пока здесь временно когда если вентилятор приедет на следующей недельки здесь получается кстати гигамакс до сих пор работает здесь получается ой я уже забыл про что я я так долго ждал вы даже не представляете вот этот комплектик в общем суть заключается в том что мне надо сделать новый компьютер который будет в два раза быстрее работать чем 2 700 который у меня здесь стоит гигамакс 750 работает нареканий вообще нет вот смотрите как пыль собирает причем я его недели две назад и влажная уборка дома но у меня ремонт был все прекрасно работает я все продувал чистил но сейчас и видюху почищу короче будет у меня новая мать новый проц а в два раза быстрее будет чем 2 700 вот этот комплект хоть и он тоже 450 это тоже 450 а сроков ски данная под видео как то вот так крутизна в общем хотел столько обзоров снять ну чё ты как бы работает я проц разогнал но под 2 700 такой башни недостаточно поэтому сюда я взял другую башню шестью трубками но об этом в будущем в новых обзорах вы увидите в общем как-то так так что у меня теперь будет новый компьютер для рендеринга и вот этот компьютер теперь будет здесь комплект стоять 6 ой 8 16 потоков которому будет в принципе без проблем тянуть трансляции даже с одной видюхой 2060 rtx в общем как то так ну в общем-то отмыл кулера собрал же радиатор прикрутил тут он прикручивается через одно место надо сначала установить сам радиатор а потом уже прикручивать вентилятор а потом уже ставить память и также он снимается иначе вот эти вот винты не выкрутить в общем все ссд-шник воткнул скоростной отмыл винт и помыл площадку под железяку сейчас буду закидывать принципе почти все то же самое что и там только у меня вот такие вот порты здесь стоят вот так вот всего парочка стоит вот она моя старая вот так вот выглядит саташники а ну и мне вот сюда придется тянуть usb 30 пришлось перекрутить планку потому что тут своя под зал мановский кулер там она мощная такая а сюда будет 6 трубочных раз вот на эти вот ставится куда я делал вот эти вот крепежи я уже не помню три год прошло я все думал не буду менять железяку потом ее зачищу и уже положу на хранение попозже продую прочищу скулера я все снял термопасту и промыл его химозой я уже не стал это показывать то есть я обновляю реально как в новое становится здесь тоже самое то есть лопасти видите прозрачная здесь надо будет термопасту снять и просто почистить продуть кисточкой а потому что вот такие вещи они химией не промываются но визуально почти ничего не изменилось все то же самое немножко по-другому снизу подключения и нет под 2 м2 ну а так вроде бы вот здесь вот по простор не стало все в работу и наслаждаться приростом скорости так версия биоса у нас 3810 так здесь 22 год стоит дата надо будет обновить все так системная дата 23 ну в общем так как бы он видит процессор так так но у меня был asus биос короче надо привыкнуть у меня уже давно а сроковски так тут надо полазить вспомнить ну тут вроде бы попытка так попытка есть того что это как у моего ого тут сколько настройок побольше чем у моей типа поэтому она и плюс что ли а вроде тоже 450 так ладно надо винты подтянуть они все правильно он стоит он правильно обнаружил даже видит им дважку прикольно память 2400 видит проц 5700 3400 ну то есть все стоковское а о винда пошла ну ладно ну вот на стоковых загрузился скорость вот такая процессор загружен под сотку я так смотрю так в принципе было 567 окей сейчас тест включу посмотрю как тест пройдет так не разогнанном состоянии почему-то 2277 попугайчиков странненько я думал бы и больше но я вот 2700 разгонял прям в талово получается с 1600 до 1834 то есть и здесь получается можно 200 единиц по идее прибавить надо попробовать версия биоса 3810 обновляя на 44.01 это последняя для этой материнки да что-то прямо вообще древность такая причем 11 ну 11 месяца 22 года ну понятно в принципе не такая получается это не на складе так долго лежали ну и последнее обновление вот биоса получается что-то уасуса плохо с этим на сроке там очень много разных доработок было а здесь что-то хоп и прекратились ну надеюсь что все хорошо вроде бы тут все исправили самое главное ну я посмотрел она поинтереснее работает по скорости и с процессором да ну только что-то я не понял насчет процессора сильно сложные тут настройки теперь я понял откуда курва брали а я думаю что за курва у меня там такого нету у меня просто режимы хочешь ручной хочешь такой все выставил поставил а там мощность ток капец ну конечно глубокие настройки но оно надо в общем ладно я подумаю насчет разгона но вот как-то выполнен сброс системы обновление выполнено успешно все теперь биос новый сейчас можем зайти в биос в виде текнеф окей новые параметры система обнаружила сейчас подождем загрузится так ну и заходим биос да что нам с первого раздайте нет не дает с первого раздайте так ага вот 44.01 все все теперь надо применить новые настройки выставить винт где у нас тут версия биоса а вот 44.01 все прописалось пересбросилось очистилось так ну теперь самое дело за малым настраивать это все это он в стоке без разгона в режиме ожидания вот так вот работает если что-нибудь запустить потяжелее например бенчмарк тут мы видим уже 4 500 так ну и максимального я добивался стабильного это 2694 сейчас показывает 2587 вот как бы сам процик нормально потому что у меня 2700 был максимально я его разгонял это очень круто 1800 но в основном у него 1700 1600 было к сожалению здесь не сохранилось по моему старому процессору intel 7700 ки там было 900 что ли если не ошибаюсь то есть можете посмотреть 900 1700 и вот в принципе вот такими ступеньками примерно у меня производительность для обработки 4к в самый смак кстати в игрушках фпс стал стабильнее прикольно по ходу там какие-то новые технологии они внедрили что старые процессор золочили потому что раньше и на 2700 все нормально игралось а сейчас только на 5700 так же как и раньше и там получается еще такая картинка это что 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 в 4к обработка лучше с трансляциями справляется это я уже проверил и в принципе в принципе более стабильное железо но и принципе я материнку тоже поменял под него а вот 2700 полностью комплект у меня пойдет на другую машину ну 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 я